Давайте возьмём попроще. А как разбираться в пище? Мы пробуем и говорим одно горькое, другое сладкое, то кислое, какое угодно. Что можно есть, что нельзя есть. Это мы понимаем. Мы знаем свой организм и соответствующим образом реагируем на это всё. То же самое, если хотите, по аналогии, можно отнести и к людям. Но как? Общее правило всех мудрецов, не только святых, а всех мудрецов. Тот, кто не познал себя, тот никогда не сможет должным образом оценить другого человека. Как-то Сократ своими учениками шёл и вдруг указывает на фронтон Дельфийского храма. Ученики смотрят, а там написано – гнофи сеофтон, познай самого себя. Святые отцы этому придавали огромнейшее значение – познанию себя. И прямо говорили, что только через познание себя возможно правильное понимание, поведение и психологии других людей. Что такое познание себя? Познание себя – это познание, прежде всего, того состояния, в котором мы, все люди, находимся. Все! Без исключения. В каком же состоянии мы находимся? Интересно. Вот я сейчас скажу такую фразу, и вы скажете – это невозможно, невозможно такое произносить, это нехорошо, это некультурно. А я считаю, что это самое правильное, правильное. Мы все находимся в таком состоянии. Я скажу потише, чтобы не так громко это звучало, да. Не тронь, а то пойдёт вонь. Не за день нашего самолюбия, не за день нашего желудка, не за день нашей собственности, ни в чём не за день. Оказывается, мы больны. Мы больны. Чем больны? Не могу не завидовать, не могу не обижаться, не могу не раздражаться, не могу не тщеславиться, не могу не гордиться. Это что такое? Не могу не злиться, не могу не жадничать. Да чего же ты хорош человек! И вот, оказывается, какой же путь увидеть в себе? Вот начинаешь перечислять, и всё видишь верно. Но обычно даже этого не замечаешь, не видишь и не придаёшь даже этому значению. Какой же путь познания себя, благодаря которому только возможно познание других людей правильное? Какой же путь? Преподобный Симеон Новый Богослов прямо формулирует, как закон. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Перевожу на современный язык. Только твёрдая решимость жить по заповедям Евангелия открывает мне, насколько я болен духовно. Причём болен, я только сейчас перечислял. Не могу. Того, другого, третьего, десятого. Ничего не могу. Даже, кажется, доброе дело сделаю, и то уже нос задираю кверху. Подал нищему копейку, Господи, подавай мне миллион. Вот, оказывается, вот это познание себя, оно даёт возможность мне соответствующим образом относиться ко всем людям, понять, что и они так же больны, как и я. И это надо учитывать. И требует соответствующего великодушного отношения. Но при этом понимаешь и другое, что у каждого человека в разных местах выпирает рог, который не даёт ему покоя. То есть у каждого человека есть, хотя и все страсти, но одна из них особенно выделяется и может мучить человека. Одна, другая, вот так, две какие-то. Особенно. И вот тут тогда человек, человек, зная это, что все мы страстны, что все мы больны, может уже тогда более объективно оценить другого человека через непосредственное, опытное знакомство с ним, познание его, испытание его. Посмотрите, что пишет преподобный Англесичник, когда говорит о выборе духовника. «Прежде нежели вдаться кому-либо, то есть какому-то духовному лицу, узнай его, испытай его, проверь его, познакомься с ним». И даже так говорит. И так сказать, искуси его. «Узнай прежде нежели с кем-либо вступить в близкие доверительные отношения». Он говорит о духовниках, и это относится ко всем. Невозможно познать человека без вот такого опыта и без знания того, что все мы действительно больны. у всех есть какие-то страсти, которые особенно выпирают. И вот через опыт знакомства можно уже постигнуть человека и даже, увидев его страсти, не осудить его, не презирать его, а с великодушием отнестись отнестись к его этим, как, есть такое слово, как говорят, немощем. И таким образом установить правильные отношения с этим человеком. Я знаю, он пьяница, я знаю, я не осуждаю, но деловые отношения я с ним не могу устроить надлежащим образом, иначе будет плохо. Вот примерно такой путь познания людей. Так говорят отцы.